Участникам Госсовета предложили исполнить желания детей из разных городов. В Кремль открытки с пожеланиями доставили волонтеры, а именно добровольческому движению было посвящено в этом году заседание Госсовета. Несколько открыток привезли из Хабаровска. Оказалось, что одна участница акции загадала экскурсию на телеканале «Губерния». Но что, новогодние желания должны исполняться? Гостью встречал Данил Маевский. Свою акцию волонтеры, приглашенные в Кремль, назвали «Елка желаний». Открытки они прикрепили на елки, которые установлены в Малахитовом фойе Александровском зале Кремля. Снять их предложили губернаторам, которые присутствовали на встрече. От Хабаровского края Сергей Фургал снял с новогодней ели открытки от трех детей. На одной было написано «Мечтаю побывать на экскурсии» телеканала «Губерния». Желание загадала Анисия Водова из Хабаровска. Вот сегодня она здесь. Почему именно такое желание? Я очень хочу стать актрисой или же попасть на телевидение. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Анисия Водова из Хабаровска. Добрый день. Она загадала желание. Мы в курсе. Да. И вот ее желание, оно сбывается и должно сбыться. Как называется первая программа, которая объясняет? Ну, если так смотреть, то, наверное, новости. Там брали какое-нибудь интервью, ну, а непосредственно уже вести. Это вот программа говорит «Губерния». Ну, у меня первая программа была, конечно, «Утро с губернией». Я с нее начал и продолжаю работать уже восьмой год. Оп, вот такая компания в золотом исполнении. И в серебре, да, в серебре исполнении. Круто? Да. Держи. В любом случае, новый фото, это благости, это подарки. Так, ну, плюс ко всему, смотри, календарик. Наконец-то сделали крутой календарь. Смотри, здесь есть я. Плюс ко всему, чтобы ты чай, ты его сконсорировал правильно, чтобы все было красиво максимально. Вот тоже твое. Анисия не единственная, чью открытку снял с кремлевской елки наш губернатор Сергей Фургал. И еще одна открытка была от четырехлетней Айлиты Тулиновой. Хабаровские волонтеры дружат с этой девочкой, и она была героем одного из наших репортажей. Айлита и ее мама мечтают о тренажере, который поможет бороться ребенку с недугом. А третья открытка была от девятилетнего Тимура Магомедова из поселка Токи. Он мечтает установить пандус в подъезде своего дома. Я уверен, его желание тоже исполнится. Твои желания сегодня оправдались? Да, мне очень сильно понравилось. Особенно очень красивые и классные были подарки. Очень было интересно слушать рассказы ведущих. И у вас здесь очень красиво. С праздничной елки сняли десяток открыток, которые привезли в Кремль из разных городов. По условиям, мечты детей нужно воплотить до конца 2019 года. Данил Маевский, Павел Павлов, телеканал «Губерния».